Добрый вечер, уважаемые товарищи! Спасибо, что пришли на нашу очередную встречу. Когда мы с Александром Борисовичем планировали нашу сегодняшнюю встречу и лекцию, он тогда говорил, что в 110-й годовщине с дня рождения Игоря Владимировича Андропова какие-то новые факты появятся, документы, обстоятельства. Ну, в общем-то, действительно, что-то появилось и появляется каждый год, и можно дискутировать. Сейчас я вам приведу целую палитру мнений самых различных, но я начну опять-таки с истории. Давайте вспомним. Октябрь 1991 года. Октябрь 1991 года. После событий августа, в воздухе предчувствия конца Советского Союза, и тогда, значит, старейшая на тот момент социологическая служба нашей страны, Всесоюзный Центр Исследования Общественного Мнения, ЦИОМ, задает такой вопрос. Как вы думаете, кого из государственных, общественных, культурных, политических деятелей России и СССР будут вспоминать через десятки лет? Первым тогда назвали, еще раз говорю, октябрь 1991 года. Юрий Владимирович Андропов, 32% ответов. На следующем месте, очень парадоксально, но с большим отрывом. Михаил Афанасьевич Булгаков, 15%, за ним Ленин, 11%, Горбачев, 9%, Ельцин, 7%, Сахаров, 6%. Что называется, стопроцентное падание в десятку. Именно вот об этих людях говорят, спорят, вспоминают, обсуждают. Но! Михаил Афанасьевич Булгатов, о нем написано 13 кандидатских и докторских диссертаций. По творчеству, по жизни, по еще каким-то аспектам его биографии и творчества. А Юрию Владимирович Андропову написана одна кандидатская диссертация, защищенная в 2001 году. Больше нет. Тем не менее, мы говорим. Вот, 15-го числа, в день рождения Андропова, 110-й годовщину со дня его рождения, значит, на сайте ТАСС появляется статья историка Алексея Волынца. Правда, у него есть одна книга, других работ я его не видел. И вот он пишет об Андропове. Одна из самых неясных и непонятных фигур в пантеоне первых лиц советской эпохи. В памяти нашего общества до сих пор не сложилось общепринятого ни представления о нем. Очень спорное, с моей точки зрения, утверждение. Образ его в народной памяти смутен и неясен. То же самое. Почему я это так уверенно заявляю? Потому что в апреле 2006 года то же самое в ЦИОМ проводят тоже опрос. Кто лучший правитель России? Подоплека этого опроса состоит в том, что юбилей, 75-летний юбилей Михаила Сергеевича Горбачева и Ельцина. И задача выяснить, кто из них более матери истории ценен. И оказывается, что ни тот, ни другой истории не ценен. У Горбачева минус 40% антирейтинг. У Ельцина минус 56%. Позитивный рейтинг 42%, самый большой, и у Юра Владимировича Андропова. Потом идет Ленин, Николай II и так далее по нисходящей. Но самое главное, абсолютный парадокс. Я тогда это назвал феноменом Андропова. Валерий Федоров, которого возглавлял ЦИОМ, он даже как-то на пресс-конференции ответил. Вот здесь говорят о каком-то феномене Андропова. Я не понимаю, в чем он состоит и с чего он складывается. А он складывается с того, что действительно Юрий Владимирович Андропов фактически на посту руководителя советского государства находился очень незначительный промежуток времени. Даже если учесть его время пребывания на посту генерального секретаря, но это не глава государства. И тем не менее, вот такая вот добрая народная память, из чего же она слагается. В тот же день на Первом канале передача большая, рубрики «Большая политика» и ведущий Вячеслав Никонов. И он называется Андропова генсеком надежды. Что люди, узнав об избрании Андропова генеральным секретарем, испытали вот такие большие надежды. И они действительно существовали. И надо сказать, что они оправдались. Потому что в первом квартале 83-го года, фактически через полтора месяца после избрания Юрия Владимировича на пост генерального секретаря КПСС, колоссальный рост производительности труда, выпуска продукции. И, значит, вот в апреле 83-го года диктор BBC так прокомментировал это, он говорит, что похоже, социализм демонстрирует такие возможности экономического роста, о котором не подозревали даже сами его руководители. Это вот было сказано о том энтузиазме, в том числе о тех мерах по укреплению государственной дисциплины и трудовой дисциплины. О чем говорил Андропов, это не гайки и закручивания, а это трудовая и государственная дисциплина. И возникает закономерный вопрос, действительно, а что в этом такого плохого? Вот когда мы сегодня слышим, что там какой-то чиновник украл, ну не будем говорить какую-то астрономическую сумму, всего несколько десятков миллионов рублей, ну тоже не говори, что это хорошо. Ну, к сожалению, мы с этим сталкиваемся регулярно, и никуда от этого нам не уйти. Тем не менее, конечно, об Андропове есть и другие суждения, и говорят по-разному. Я позволю вам просто привести вот список основных работ и авторов, которые занимались биографией Андропова. Первый начал Сергей Николаевич Семанов, у него очень много книг, посвященных Андропову. Ну, это, во-первых, не история, это, в общем-то, можно сказать, такой не очень достоверный материал, но, тем не менее, он пересдается, значит, под названием «Лучшая биография». Есть такая книжная серия «Лучшие биографии», там вот присутствует биография Юрия Владимировича Андропова, которую нельзя назвать биографией в прямом смысле слуха. Рой Александрович Медведев, известный историк, историк-профессионал Семанов, не является профессиональным историком, он журналист, хотя имеет и юридическое образование тоже. Его биография вышла, сначала у него было просто несколько книг, потом закончена уже версия, в жизни замечательных людей издательство «Молодая гвардия» неоднократно пересдавалась, очень добротная вещь, но, так же, как и большинство других авторов, естественно, он не мог знакомиться с большим количеством материалов, которые касались периода, когда Андропов возглавлял Комитет государственной безопасности. Леонид Михайлович Млечин писал об Андропове и в том числе фантазировал. Придумал письмо Рейгана Андропову в апреле 1981 года, которого не было, но при этом почему-то не сказал о реальных двух письмах Рейгана Андропову в июле и августе 1983 года, и, соответственно, об ответе Андропова на эти два письма Рейгана, так что непонятно. Так, из 2004 года выступает такая группа, исследователь, это петербургские ученые, сотрудники Сосново-Борского филиала Российской академии государственной службы Кругнов-Лабудин-Куприн-Самодуров-Василенко. У них две монографии, посвященных творчеству Андропова, то есть его опубликованным и неопубликованным работам, выступлениям, докладам, статьям, которые публиковались. И они очень высокого мнения об этом человеке. Я это подчеркиваю потому, что, собственно говоря, наследием Андропова о нем забывают. Вот о наследии, творческом наследии Владимира Ильича Ленина говорят, пишут, спорят, и в том числе по письмам, которые писались, и по другим каким-то документам. А вот то, что опубликовано об Андропове, ничего об этом не говорят. При этом это абсолютно достоверно установлено, известно, что все свои статьи и выступления Юрий Владимирович писал сам. Да, у него были помощники, которые собирали материал, но тем не менее все он писал сам. Начиная с 1964 года, когда у него было два больших выступления. Первое это на 22 апреля, на юбилей со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И в мае месяце это была большая научная конференция, посвященная дню рождения Карла Маркса. Вот у них вышла монография. Ретроспективный анализ наследия Юрия Владимировича Андропова 2014 год и современный взгляд на политико-управленческое наследие Андропова 2018 год. Очень интересная работа, где в том числе они дают критику вот как раз работ, посвященных Юрию Владимировичу Андропову. У нас, с моей точки зрения, может быть меня кто-то поправит, сейчас научная критика как жанр очень важный, серьезный, она фактически пропала. У нас сейчас обычно рецензируют только заграничных авторов, которые переводятся на русский язык, у нас сдаются. И считается, что если научная критика, то это обязательно надо человека, что называется, покритиковать, оплевать, сказал, что он неправильно что-то делает и так далее, ничего подобного. Критика, она в том числе выявляет и те новые моменты, которые в своей работе выявил, нашел, подчеркнул, доказал, показал автор. То есть не только негативные моменты, но и позитивные моменты они тоже должны присутствовать. Ну в том случае, конечно, если работа этого достойна и есть. И вот они в том числе оценивали то, что было написано о предыдущими авторами о нашем юбиляре. Еще два историка, выпускника Петрозаводского государственного университета. Это Юрий Альбертович Васильев, он наш московский доктор исторических наук. 14 числа мы с ним были на конференции, посвященной 110-й годовщине со дня рождения Юрия Владимировича Андропова в Петрозаводске. Он сам выпускник Петрозаводского университета. Он написал книгу, вторую книгу, значит, Юрий Андропов «Путь к власти». Она, в общем-то, охватывает только период 40-го года до 51-го года. 11 лет пребывания Андропова в Карелии, блестящее абсолютно исследование. И его, собственно говоря, коллега по университету Юрий Викторович Шлейкин, он возглавляет одно из издателей в Петрозаводске. Он вот к столетию Андропова издал такое исследование к альбому. Карелия, Андропов, 1940-1951, биографическая хроника. Очень интересная работа, конечно. То же самое. И еще у него есть очень интересная книга, то же самое. Корейский «Боинг» в Карелии 2018 года – это малоизвестный случай. Первый, когда был сбит гражданский корейский «Боинг», действительно нашим истребителем. Но было очень удачно. Несмотря на прямое попадание ракеты в крыло, то, что один двигатель оторвало, самолет совершил жесткую посадку на озеро. Это был апрель месяц. Ну, к сожалению, от осколка погиб один пассажир, и стюардесса сломала ногу. Потом мы экипаж корейский отдали, выпустили. Хотя там, в общем-то, были, конечно, вопросы. Они вошли в воздушное пространство на 200 километров и летали порядка где-то двух часов. И когда впоследствии командира корабля спросили, а почему вы не реагировали, вам же и по радио говорили, и, собственно говоря, самолеты подавали сигналы, что надо идти на посадку или покинуть воздушное пространство. Он говорил, на что я буду на вас реагировать-то? Я еще с вами в 50-м году в небе Кореи воевал. И вот еще, значит, дополнительно, когда он увидел, что уже произведен пуск ракеты, и ракета пошла, он еще... Наша библиотека закрывается через 10 минут. В понедельник мы работаем с 12 часов утра до 8 часов вечера. До новых встреч. Да, и вот когда он уже увидел, что ракета сошла и пошла к самолету, он еще совершил противоракетный маневр, и благодаря этому, собственно говоря, несмотря на прямое попадание, самолет сохранил жизнеспособность. Далее, значит, вот еще в 2023 году выпустили две книги, точнее, это сборники. Юрий Андропов, чекист и гость первый. Юрий Андропов, за и против. Дорисованный портрет. Портрет не дописан. Почему я так категорически это утверждаю? Вот составитель этих сборников обратился ко мне, говорит, вот ты не мог бы представить какие-то материалы по Андропову. Пожалуйста, конечно. Написал большой очередь. Как раз Юрий Андропов, председатель КГБ. Достаточно специфическая тема, отсюда и очень много всевозможных слухов и мало опоры на факты, на документы. Отправил ему этот очередь. Да, все прекрасно, мы его публикуем. Потом говорит, а можно еще какие-то материалы? Я говорю, давайте я отправлю фрагмент рукописи Игоря Юрьевича Андропова, то есть сына Андропова, посвященный его пребыванию в Венгрии. Здесь специфика была еще в том, что это единственный фрагмент рукописи об отце, который сохранился после смерти Игоря Юрьевича. Да, присылаю, все опубликуем. Опять, народу нет, мы никак не набираем необходимые объемы, можно что-то еще. Я беру, еще есть у меня материал, направил материал. Вот из трех представленных очерков один только входит в книгу. И два просто-напросто, извините за выражение, выбрасываются в редакционную корзину. Ну ладно, бывает. Вопрос. Если вы делаете сборник с целью раскрытия биографии человека, независимо от вашего отношения, когда есть добротный материал, посвященный значительному отрывку его трудовой деятельности. 15 лет возглавляет КГБ. Крайне важная жизненная веха. Вот выбрось этот материал. Другие вещи, размышления. А вот я думаю, что Андропову в полной степени нельзя доверять. А я думаю, что он вообще был масон. И так далее. То есть вот такие вот размышления. Они тоже у нас вот встречаются. Не дали, как Алексея Волонца я приводил. Вот его тоже мнение. Самый неизвестный, самый мутный. Самый такой политик, в отношении которого никак никто не может определиться. И так далее. Ну и самая последняя монография. Она такая толстая, очень объемная. Прекрасно изданная Роспеном. Никита Васильевич Петров. Время Андропова. Никита Васильевич Петров, он у нас доктор истории. Он сам защищался в Голландии. Поэтому у него иногда бывают вот такие специфические взгляды. Тем не менее, работа достаточно добротная. Ну, при том, что, опять-таки, у него общий такой недостат, который я и ему говорил неоднократно, и критиковал его за это. Он, в общем-то, характерен для большого количества авторов. Первое. Они не учитывают законодательство, которое существовало в Советском Союзе. Хорошее, плохое. Вот то, что реглампировало деятельность КГБ. Чрезвычайно важное обстоятельство. Вот это игнорируется полностью большинством авторов. И второе обстоятельство. А что такое холодная война? А вот ее содержание? А каковы ее были цели? А каковы были ее механизмы? Какие непосредственно методы осуществления? А что, собственно говоря, добивались? Добились или нет? И как это все проистекало? Это важно. Третий фактор. Ну, Никита Васильевич Петров как раз его учитывает. А вот большинство авторов, вот такие, как Млечин, Семанов, они, по сути дела, тот же самый вот Клопакиде, о котором я говорил, недоучитывают, что Юлда Ильич Нодропов с 20 июня 1967 года был членом политбюро ЦК КПСС. Это большая честь и большая ответственность. И когда в школьных учебниках пишут, что непонятным возрастом, непонятным образом в годы, вот когда комитетом руководил Юрий Владимирович Нодропов, возросло влияние КГБ на внутреннюю и внешнюю жизнь Советского Союза. Не КГБ, а Юрий Владимирович Нодропов. Почему? А он член высшего коллективного руководства страны, политбюро ЦК КПСС. А почему вот это вдруг случилось? Вот три его предшественника, они не были кандидатами, а потом членами политбюро ЦК КПСС, а он вдруг стал. Но опять-таки обратимся к реалям, против которых никто не спорит, что была холодная война против Советского Союза. И надо было принимать это обстоятельство в расчет. Кстати сказать, через полтора года, в декабре 69-го года, по поручению политбюро ЦК КПСС, Юрий Владимирович Нодропов начнет операцию, которая проводилась силами комитета государственной безопасности, которая впоследствии получила название разрядки. был направлен человек, можно сегодня его имя уже известно, Вадим Леденев, корреспондент «Известий». Он был направлен к обер-благомистру западного Берлина Вилле Бранту. Никто не знал, что Вилле Брант в дальнейшем станет канцлером Федеративной Республики Германии, но, тем не менее, вот такой вот шаг был сделан. И, собственно говоря, вот это вот создало, как это называли, новая восточная политика, или Брант это называл реал политик, реальная политика. И, кстати сказать, вот Брант, когда он контактировал с Леденевым, а потом он еще контактировал с Киварковым, Вячеславом Ирвановичем. Он знал, что Вячеслав Ирванович, это сотрудник КГБ, спокойно к этому относился, как и многие другие на Западе. И он им сказал, вы понимаете, в чем все дело? Вот существуют некоторые договоренности конфиденциальные, и ваше предложение, оно, безусловно, очень интересно. Оно напрямую касается будущего Германии. Но вот в силу вот этих договоренностей я вынужден об этом сообщить нашим американским коллегам. На что им сказали? Ради бога, пожалуйста, мы не возражаем. Подключаться американцы к этому процессу разрядки, это будет все хорошо. Это 69-й год. Начало вот этого процесса, который завершился в 75-м году в Хельсинки. Безусловно, позитивное явление. Ну, это вот то, что касается роли. И поскольку вот Андропов являлся кандидатом, потом членом политбюро ТСК КПС, то многие вопросы требовали его участия. Все, что выходило. А, значит, политбюро заседало каждую неделю, как правило, по четвергам. Первоначально это было с 14 до 16 часов, то есть могло продолжаться заседание 4 часа. Иногда было там несколько вопросов, иногда там было до 20 вопросов и более. Так что по-разному они протекали. И вот в первой своей книге, посвященной Андропову, я, собственно говоря, там подробно расписал порядок работы политбюро. Кстати сказать, вот Горбачев утащил себе кусок чужой славы. Вот он сказал, что когда я стал генеральным сфитарем, вот тогда впервые мы стали публиковать информацию о заседаниях предбюро ЦК КПСС. Да ничего подобного. Это стала публиковаться информация с декабря 1982 года. Как Юрий Владимирович Адропов был избран генеральным сфитарем, он начал публиковать эту информацию. И помимо того, что он был кандидатом и потом членом политбюро ЦК КПСС, сразу же вот он стал членом комиссии по военно-техническим вопросам политбюро ЦК КПСС. Прошу прощения, Советом Министров СССР. Очень важный орган. Это решение всех вопросов обороноспособности страны. Всего в состав этой комиссии входили, значит, секретарь ЦК по обороне, министр иностранных дел, министр обороны, председатель КГБ Андропов, до него был, соответственно, семичастный, и первый заместитель председателя Совета Министров СССР, который возглавлял эту комиссию. Пять человек, которые занимались вопросами обороноспособности страны. Во всем это вооружение, новая техника, боеприпасы, средства защиты, средства связи, вплоть до численного состава вооруженных сил, модернизации армии и так далее, и тому подобное. И в 73-м году с момента образования, опять-таки, Андропов входит в качестве рядового члена в комиссию по противодействию деятельности иностранных технических разведок. Она называется Гостехкомиссия, сокращенно называлась в тот период времени, и тот и другой орган продолжает существовать до сегодняшних дней. Понятно, что по ведомству Андропова как раз относительно деятельности технических разведок иностранных государств был основной объем информации. Рассказывали, показывали, что надо делать. И сегодня этот вопрос для нас тоже крайне актуален. В том числе, когда появился интернет, его возможности, и хорошие, и плохие, то, что это вытекает, проистекает. А сегодня мы многим себе ломаем голову. А что будет, если, грубо говоря, условно говоря, наши западные партнеры отключат рубильник? И что произойдет? И какие есть варианты? Ну, я надеюсь, что сейчас есть такой вариант, что ничего абсолютно не произойдет. То же самое и останется. Но были определенные упущения, упущения на протяжении многих лет, на которые парадоксальным образом не обращали внимания. В том числе наше отечественное программное обеспечение. Сейчас ставится задача завершить его, если мне память не изменяет, к 2026 году. То есть полтора-два года еще есть для завершения этого процесса. Являемся свидетелями, что получится. Неизвестно, но хотелось бы, чтобы получилось хорошо. Тем более, что наш Евгений Касперский, который находится под санкциями иностранных государств, тем не менее, вот он такой специалист, что до 2020 года американские государственные информационные системы и Пентагон, и Госдепартамент там, и прочее, 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 они были защищены именно программным обеспечением Касперского. И Трамп как раз первый сказал, что надо отказаться от Касперского, его, так скажем, выдворили с внутренней информационной структурой Соединенных Штатов Америки. Ну, к этому можно относиться. Я говорю о том, об уровне наших тех же самых IT-специалистов и о их рейтинге именно в мировом, что называется, табеле о рангах. Это очень важно. Так, еще позволю себе, значит, напомнить, что вот Вячеслав Никонов в передаче «Большая политика» 15 июня, он сказал, говорит, что я вот знаю, что мой дед, как мы знаем, что это Вячеслав Николаевич Молотов, он был знаком с Андроповым. Андропов в какой-то период времени работал под его руководством, правда, это было уже в МИДе, куда он был рекомендован Михаилом Андреевичем Сусловым. Вот Андропов с Сусловым были знакомы, и, собственно говоря, сначала Андропов был подчинением у Суслова с 51-го года. Но почему в 51-м году Андропов попал в Москву, в ЦК КПСС? Известно, что свою трудовую деятельность он начал рано, вот в 34-м году закончил Рыбинский речной техникум по специальности судовождения, но по специальности не работал. Ему предложили, что называется, комсомольскую эстезию. Ну, говорят, а вот почему он выбрал именно вот это направление? Ну, для романтиков того периода времени я не отделяю Андропова от людей того поколения. Я много о них читал, знаю, имею представление. Конечно, они были романтики, они были вдохновлены идеей служения человечеству, построения справедливого общества. И вот он тоже к этому стремился, как он это видел, как понимал, был сначала оставлен в этом же техникуме, видимо, проявил себя очень позитивно, и он рекомендуется к работе в Рыбинском уже горкоме комсомола. Там поработал, и в 38-м году его переводят в Ярославль. Рыбинск – это город Ярославской области, там он работал. И в том числе он организовал работу комсомола по переселению населения в связи с созданием Верхневолгского гидроузла, а конкретно это гидроэлектростанции в Рыбинске и Угличе. Комсомольцы помогали переезжать на новые места жительства. Да, к сожалению, ушли и деревни многие, и город Малога ушел под воду, что называется, в этом водохранилище. Но строили новые дома, помогали туда перебраться, очень важный момент. И еще то, что никто не мог предвидеть на будущее. В 1941 году, когда мы потеряли Украину, когда немцы захватили Днепрогресс, то получение электроэнергии с Украины от Днепрогресса этого уже мы не могли сделать для Москвы. И с октября 1941 года до 80% потребности города в электроэнергии шло как раз с Угличской и с Рыбинской гидроэлектростанции. Вот за это в 1944 году Юрий Владимирович Андропов получил первый свой орден Трудового Красного Знамени. Ну, парадоксально, но через два месяца он получил второй орден Красного Знамени. Это считается как боевой орден, в том числе и военнослужащие им награждались. Это уже за его деятельность непосредственно на посту первого секретаря комитета комсомола Карело-Финской Советской Социалистической Республики. Она была не автономной республикой, она была союзной республикой. И он себя хорошо зарекомендовал именно по комсомольской линии и в Угличе его, в Рыбинске, прошу прощения, его продвинули, значит, в Ярославский комсомол. И оттуда, когда идея Иосифа Иосифовича создания Карело-Финской Советской Социалистической Республики после подписания мирного договора с Финляндией, это март 1940 года, ну, и стали подбирать кадры для вот этой вот республики. Ну, и кто-то, ну, видимо, секретарь областного комитета партии предложил кандидатуру Адропова. Естественно, были и другие кандидатуры, но почему-то Сталин выбрал его кандидатуру и предложил направить его как раз на съезд комсомольской организации Карело-Финской СССР для его ознакомления с этой организацией и предложить в качестве ее руководителя первого секретаря. Он туда поехал, выступил на пленуме, его кандидатура была одобрена, он был избран первым секретарем, но жена с двумя детьми, она с ним не поехала. Вот много говорят о том, что как же так вот не перевез семью. именно супруга возражала категорически против переезда. Не знаю, что там было, но тем не менее, вот это вот факт. Случилось такое, да, в жизни бывает. И, кстати сказать, ни у одного Адропова это было, и в жизни у многих можно ставить на этом, акцентировать внимание, говорить об этом без конца. Материально он помогал. Помогал, и все. Далее. Вот я уже говорил, что очень хорошо это все дело описано у историков Юрия Альбертовича Васильева и Юрия Викторовича Шлейкина в их работах блестяще. Здесь уже никаких сомнений нет. И вот другие авторы, которые очень часто пишут об Адропове, просто такое впечатление, что они с этими блестящими абсолютно исследованиями не знакомы. Сталин знал Адропова. И вот одно из этих доказательств, что в апреле 43-го года в Комсомольской правде было опубликовано значит телеграмма Сталина первым экстрементом ЦК ВЛКСМ Карелло-Финской СССР с поздравлением и благодарностью за сбор средств фонд Красной Армии. Передайте благодарность всем комсомольцам Карелии за ваш вклад фонд Красной Армии. Так что он Сталину был известен. И, собственно говоря, Сталин и одобрил решение о переводе в 51-м году его в Москву на должность инспектора ЦК. По стечению обстоятельств так получилось, что 28-го июня 1944-го года Андропов был первым представителем органов советской власти, который высадился в Петрозаводске. Просто он должен был оказать помощь десанту Онежской военной флотилии, когда они должны были высаживаться в Петрозаводске. Финны уже отступили, но об этом было неизвестно. Десант высадился, неприятеля, собственно говоря, нет. Но он был первым. И вот до следующего дня он был олицетворением советской власти в республике. В сентябре того же 1944-го года он был избран первым старем, прошу прощения, вторым секретарем Петрозаводского комитета ВКПБ, поскольку первым по должности был Геннадий Николаевич Куприянов, первый секретарь ЦК ВКПБ Карелло-Финской Советской Социалистической Республики. Андропов стал вторым. И вот я неоднократно бывал в Петрозаводске на конференциях в университете и я знаю, что там к нему относятся очень хорошо и помнят. Вот не только за то, что было сделано после 1944 года. Понимаете, вот когда взяли город, вот университет, он находится в том же самом здании, которое было построено специально для педагогического института в 1940 году, а место института был создан университет. Это личное решение Сталина, когда ему докладывали, значит, вот план генерального развития Петрозаводска и докладывал Кусинин и говорит, вот мы открываем педагогический институт. А Сталина говорит, а университет есть? Он говорит, нет, мы пока не предусматривали. Как же так, может быть, союзная республика и нет университета? Нет, обязательно надо, чтобы был университет. И тогда вот еще фактически не открытый педагогический институт, он был реорганизован в университет. В 41-м году две трети студентов, преподавателей университета ушли или добровольцами, или были мобилизованы в Красную Армию, и примерно треть, если мне память не изменяет, где-то 230 человек, были эвакуированы в Сыктывкар, это Коми, где продолжалось занятие. В 44-м году они организованы в июле месяце вернулись в Петрозаводск, от университета стоят четыре стены, больше ничего нет, ни одного межэтажного перекрытия, ни одной лестницы, ничего. И вот они начинают восстанавливать университет. Ну, плюс кто-то демобализовался из армии, прибывали, поскольку уже значительная часть территории Финляндии освобождена, и начинают восстанавливать университет. 2 октября в университете начинаются занятия. Вот я говорил о ордене Трудового Красного Знамени, вот я думаю, что это фактически был аванс. За два месяца восстановить с нуля здание, что уже начинается занятие. но это трудовой подвиг. Один из трудовых подвигов. И к восстановлению и Петрозаводска, и, собственно говоря, республики, конечно, Юрий Владимирович Андропов имел очень большое отношение. Первый секретарь ЦК ВКПБ Карелло-Финской ССР Куприянов Геннадий Николаевич, он был членом военного совета Карельского фронта. В 1949 году он был арестован, в дальнейшем он был осужден по так называемому ленинградскому делу, поскольку он был выходец из ленинградской партийной организации и, обратим внимание, в 1938 году в возрасте 33 лет он был направлен на должность первого секретаря ЦК ВКПБ Карелии. То есть вот такой молодой человек на долю которого, конечно, выпало достаточно много. И они вместе с Андроповым собственно говоря сотрудничали достаточно много и в том числе в годы войны и было распределение определенное. Считается, что Куприянов он занимался организацией партизанского движения. Это не совсем верно, потому что немножко он это дело делегировал своему, точнее, начальнику руководителя Орг, Зап. Орг. отдела ЦК ВКПБ Ивану Владимировичу Васильеву, и он в большей степени занимался непосредственно вопросом организации партизанского движения. Существует такое мнение и его иногда цитируют, приводят авторы, которые немножко не разбираясь, не критически цитируют то, что было написано, не разбираясь с этим. И вот Куприянов ссылается на его неопубликованные мемуары, хотя он писал очень много, в том числе много мемуаров, были изданы две книги его. Не буду говорить точно о годах, когда они были изданы. Первая была издана в 1972 году, а вторая была издана попозже. Ну, Геннадий Николаевич, он там путает факты, что называется. И он говорит, что вот когда я обратился за поддержкой Контропову сказал, что вы как один из организаторов партизанского движения меня поддержите, Теодор сказал, нет, я к этому делу не имел никакого отношения. Действительно, он не имел отношения никакого к партизанскому движению, за исключением того, что он подбирал из комсомольцев кандидатов, в том числе на включение в партизанские отряды, в том числе для работ в качестве разведчиков, вот это он делал. Он руководил комсомольским подпольем на оккупированной территории Карелии раз, и комсомольской организации Карелии на неоккупированной части Карелии. Вот это его функция. К партизанскому движению он отношения не имел. И второй момент. Не учитывается специфика Карельского фронта. Там была очень большая специфика. все что называется русское население и русскоязычное население все были отправлены в концлагеря. Только на территории Петерзаводска было 7 концлагерей. Значит мужчины с 14 лет вот я боюсь соврать или 65 или 70 лет без разбора. Женщины там могли быть исключением. есть такая знаменитая фотография наверное вы видели она очень часто воспроизводится дети у колючей проволоки и там написано не подходите там что-то расстрел такое это не немецкий концлагерь это финский концлагерь и надо сказать большое спасибо вот как раз сотрудникам Петерзаводского университета они провели огромнейшую работу вот по изучению оккупационного режима который он был установлен на временно оккупированной территории Карелии ну и там Мурманская область она тоже была частично оккупирована финнами и я вот говорил о специфике Карельского фронта и надо сказать что вот 30 мая 2020 года в Беломорске где была столица Карелло-финской СССР в годы войны поскольку Петрозаводск был в сентябре 1941 года занят там находилась советская власть штаб Карельского фронта ЦК ВКПБ и комсомола Карелии они заняли здание бывшей школы это единственное каменное здание на тот период времени в Беломорске вот там был открыт музей Карельского фронта единственный в нашей стране музей фронта со всей спецификой но на сегодняшний день линия партизанского движения линия комсомольского подполья там представлена достаточно слабо это мне говорил сам директор Национального музея Республики Карелия Михаил Леонидович Дудок Гольденберг который создавал этот музей вот за создание этого музея он получил звание заслуженного работника культуры Республики Карелия музей очень хороший но единственный недостаток что город Беломорск он не очень известен и он находится в стороне от туристических троп а вот если бы было отношение почему потому что до введения против нас санкций Беломорск очень активно посещался иностранными туристами не только финнами но и шведы норвежцы многие туда ехали и посмотреть и отдохнуть там действительно есть что посмотреть и отдохнуть и вот ссылается на негативные отзывы Куприянова о Юрии Владимировичи Андропове ну во-первых Куприянов достаточно много ошибается в том числе это его вымысел хотя он иногда повторяется якобы в 43 году значит состоялось решение оргбюро ЦК БКПБ о назначении Юрия Владимировича Андропова первым секретарем комсомола Украины то есть только-только освобождение Украины начинается его выдвигают на пост руководителя комсомола Украины нигде документально данный факт не подтвержден Миронов если мне память не изменяет нет Михайлов секретарь ЦК ВЛКСМ действительно в мае 45-го года согласовал вопрос о назначении Андропова заместителем главного редактора комсомольской правды но это назначение не состоялось вот здесь действительно Куприянов сказал ну что же вы республику оголяете мы только здесь вот закончилась война для нас началось строительство и так далее да вот я еще хочу сказать вот об этой свирско-петрозаводской операции которая продолжалась с 20 июня по 20 августа четвертый так называемый удар Сталина это стратегическая наступательная операция фактически вывела Финляндию из войны там у них начался кризис там они убрали президента с должности опять избрали Маннергейма и Маннергейм поверил Сталину что называется честному слову что будет гарантия личной безопасности подписал перемирие 19 сентября 44 года в Москве уже было подписано перемирие с Финляндией и плюс надо сказать вот здесь подчеркнуть как Сталин соблюдал все союзнические организации он имел полное право подписать самостоятельно это перемирие он пригласил западных союзников от имени Соединенных Штатов Америки Великобритании военный представитель Великобритании в СССР подписал в качестве свидетеля участника вот этот акт о перемирии с финнами и одним из пунктов этого перемирия было интернирование германских войск находящихся на территории Финляндии там находилась немецкая армия Лапландия если мне память не изменяет в составе четырех дивизий и там после этого на территории Финляндии началась так называемая Лапландская война почему потому что во-первых немцы не хотели сдавать оружие во-вторых они стали двигаться к Норвегии чтобы защитить те рудники которые там функционировали которые давали руду для Германии а по условиям перемирия они должны были быть остановлены разоружены значит отправлены в лагеря для военнопленных и там где-то вот как минимум три месяца были очень серьезные бои между немцами и финнами то есть между бывшими союзниками отсюда собственно говоря симпатии у финнов к немцам абсолютно не прибавилось со всеми вытекающими отсюда последствиями история есть история и поэтому мы ничего не должны не придумывать не забывать сегодня вот тоже как раз там говорили решение на мой взгляд абсолютно правильное что вот надо сохранять память о геноциде советского народа который творился во время Великой Отечественной войны вот в Госдуме есть на рассмотрение закон но в том варианте как он представлен я считаю что он не должен быть почему потому что он говорится о геноциде российского народа в Великой Отечественной войне и дается определение в статье 1 если мне память не изменяет кто такой русский российский народ это граждане СССР которые проживали на территории Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны а граждане СССР которые погибли в Литве Латвии Эстонии Белоруссии Украины Молдавии это что не советские граждане это советские граждане это советский народ и поэтому вот такое и относительно вот в этом отношении белорусы молодцы они проводят очень много мемориальных мероприятий на уровне республики и вот 10 мая они проводили мероприятие значит вот памяти геноцида славянских народов в годы Великой Отечественной войны хотя мы понимаем что не только славянские народы там в частности они говорили и те же самые поляки это те же тоже славяне и словаки это тоже славяне там много чего есть в нашей истории но к сожалению мы вот иногда ее не знаем еще один маленький штрих обычно говорят что вот Отто Вильгельевич Кучинин был учителем Андропова и собственно говоря заступником и он его там продвигал и все делал значит вот для его продвижения но не только Отто Вильгельевич Кучин который был членом Коминтерна известным в общем-то был еще такой Туоре Вальдемар Лехин финн по национальности прекрасного естественного владельца финским языком он был в 20 лет в 1913 году вступил в социал-демократическую партию в Финляндии потом являлся одним из создателей коммунистической партии в Финляндии после гражданской войны Финляндии перешел в Советский Союз в 25-26 годах находился на негальной работе в Германии по линии военной разведки то есть он был военный разведчик и в 40-м году его судьба резко меняется и он назначается первым ректором Петрозаводского университета но был он ректором недолго полтора года началась война и значит он естественно уходит в армию он был сотрудником 7-го отдела штаба Карельского фронта 7-й отдел это пропаганда на территорию противника в том числе и оккупированную территорию советской Карелии но финская администрация финские войска финские полицейские и так далее и отвечая на вопрос почему Юрий Владимирович Андропов не ходил вот с разведывательными заданиями на оккупированную территорию там было без вариантов мужчина не имеющий родственников не имеющий представлять вообще свободно передвигаться на территории оккупированной территории Карелии могли только с особыми документами которые выдавалась финская администрация вебсы карелы ингерманланцы вот национальности которые считались близкими к финнам и они считали что это свои так скажем братья по крови вот для них были сделаны исключения и не случайно я говорю о том что русскоязычные но не только русские но и те кто не относился к этим вот национальностям они просто помещались в концлагерь и многие и карелы и вебсы и финны принимали участие вот конкретно Анна Михайловна Лисицына она погибла в 20 лет бывает вот такое утонула в реке возвращаясь с выполнением задания вместе с Марией Владимирович Милентьевым они вместе вот возвращались и Лисицына она утонула в реке их уже обнаружили финны они стали торопиться и она видимо была ранена и утонула они были представлены званием Героев Советского Союза готовил их направлял Юрий Владимирович Андропов он же писал на них представление но представление написал и Куприянов и при этом он написал что это были связны значит ЦК ВКПБ партии это не совсем верно поскольку они направлялись по линии ЦК ВЛКСМ обе были удостоены звания Героев Советского Союза первые карельские девушки удостоены этого звания в годы войны Сильва Карлона Пааса она ушла из жизни в 2008 году счастливо пережила войну у нее отец был репрессирован в 1938 году она сама финка знала конечно финский язык пришла к Адропову на прием я хочу тоже принимать участие в борьбе и так далее какая ответственность вроде бы отец репрессирован как враг народа она комсомолка рвется на фронт он на свою подавит свою ответственность рекомендовал ее значит спецшколу при ЦК ВКПБ там ее подготовили она была направлена в 8 месяцев она находилась в тылу была радисткой передавала разведывательные донесения судьба ее сложилась благополучно она не была арестована ничего и вот те кто направлялся для подпольной работы они как правило шли к своим родственникам и были уверены практически что их не выдадут именно потому что это родственники но все равно ведя наблюдение за родственник кто-то замечал а кто-то появился посторонний а стали больше они покупать хлеба а какие-то стали задавать странные вопросы этим они уже вот привлекали к себе внимание начинали за ними наблюдать и в результате иногда вот так вот бывало что их вообще надо сказать что вот по линии комсомола для подпольной работы был направлен 121 человек девушки и юноши судьба 58 из них неизвестна кто-то пропал без вести кто-то известно был расстрелян оккупантами ну вот фактически половина погибла судьба других значит известна они вот пережили и когда Юрий Леонидович Андропов ответил что я не имел никакого отношения к партизанскому движению это верно поскольку он занимался другими вопросами это самое ленинградское дело вот Андропов написал донос на своего начальника да он написал собственноручные показания собственноручные показания по вопросам которые были им сформулированы следствием написали 45 сотрудников ЦК ВКПБ Карелло-Финской СССР Андропов не исключение и ничего особо крамольного в отношении Куприянова он не написал просто Юрий Робертович Васильев опубликовал эти его показания их можно почитать вот в этой книге о которой я говорил Андропов путь к власти поэтому там все это известно ну и многие очень другие наветы которые вот возникали в адрес Юлия Владимировича Андропова они в общем-то были раскрыты были показаны на всякий случай я предупреждаю что у нас такая практика что мы значит если будут вопросы задавайте их я постараюсь на них ответить конечно если я знаю но просто у нас определенный резерв времени еще остался и надо сказать что вот когда Андропов был переведен в Москву на должность инспектора ЦК ВКПБ тогда он работал под руководством Михаила Андреевича Суслов Михаил Андреевич Суслов тогда уже член политбюро ЦК КПСС секретарь ЦК очень известный такой руководитель Андропов выезжал и в составе этих самых рабочих групп на места для проверки работы парт-организации в частности он был в Литве и в Коме он был не помню где-то еще северо-запад его вот сфера ответственности это северо-западный регион куда он ездил там он пробыл недолго только примерно полтора года и не очень они сработались хотя Суслов объективно был высокого мнения очень об Андропове все-таки они не очень сработались и поэтому он сам предложил его кандидатуру Вячеславу Михайловичу Молотову министру иностранных дел поскольку тогда после смерти Сталина обновлялся государственный аппарат и в том числе возникла необходимость пополнения рядов МИДа ну и тогда вот Суслов Молотову порекомендовал Андропову как человека исполнительного надежного такого энергичного порядочного и так он попал на дипломатическую стезю в сентябре 1953 года после того как он был оформлен в МИД он окончил курсы послов к этому времени он уже завершил значит высшее образование но пять лет он проучился на вечернем отделении историко-филологического отделения Петрозаводского университета два последних года он должен был писать диплом и защищать диплом а вот писал и защищал диплом он уже в Москве высший школец как и ПСС поэтому высшее образование у него было плюс Юрий Владимирович Андропов всегда что называется работал над собой учился по различным вопросам Леонид Михайлович Млечин писал да он экономики совсем не знал знал он прекрасную экономику потому что вот 46 года по 51 6 лет он занимался экономикой именно в Карелии да союзная республика это небольшой масштаб но тем не менее и плюс потом когда он был в Венгрии в том числе он тоже изучал значит вот все это дело ну вот один такой автор которого причисляет к числу исследователей жизни Андропова Александра Ивановича Калпакиди ну правда единственная статья которую он написал он много выступает в интернете но кроме этого ничего нет поэтому с ним сложно достаточно спорить и что-то опровергать ну он говорит вот это была абсолютно провальная миссия ну хорошо ну ты приведи какие-то аргументы доказательства что почему ты считаешь вот ты считаешь что эта миссия была провальна вот другие этого не считают в том числе политбюро ЦК КПСС в том числе Хрущев в том числе другие лица а вот ты считаешь что была провальна да вот его там Кусинин спас и так далее ну Кусинин никакого отношения к протежированию Андропова не имел кто имел во-первых Суслов которые вместе с Микояном прилетели 24 октября 23 началась демонстрация после 20 часов до 24 часов вот уже начались что называется столкновения разоружения воинских частей полицейских участков и так далее убийства комсомольцев коммунистов венгерских Юрий Владимирович Андропов во-первых организовал получение информации вот он отправил четырех человек владеющих венгерским языком они ему из автомата звонили докладывали вот обстановка такая вот все на колени обстановки он предупреждал Москву о том что там идут сложные процессы которые в общем-то могут привести к нежелательным последствиям нежелательным последствиям вновь избранный первый секретарь ЦК венгерской партии трудящихся Эрвен Герри в августе месяца уезжает на отдых в Советский Союз в августе он уехал вернулся он 6 октября полтора месяца хорошо так было он в том числе встречался с Хрущевым они говорили он говорит ну понимаете вот у вас посол он такой молодой он все немножко драматизирует ситуацию все гораздо проще и не надо драматизировать Хрущев говорит тогда ну хорошо мы его отзовем и он тут же говорит нет нет не знаю вы знаете он хороший товарищ у нас с ним хорошее рабочее отношение не надо его отзывать но все-таки он видимо уже Хрущев дал команду Шипилову который сменил Молотова на посту министра иностранных дел и Шипилов говорит Юрий Иванович Андропов ну вот вы у нас уже поработали там два с половиной года в Венгрии наверное вам уже пора возвращаться он говорит ну раз надо так надо и вот что касается назревания конфликта и кризиса он все это дело информировал 24-го прилетает с утра где-то в 7 часов партийно-правительственная делегация значит Суслов руководитель делегации первый заместитель это председатель Совета министров Анастас Иванович Микоян на другом самолете значит председатель КГБ Серов с группой сотрудников и заместитель начальника генерального штаба Малинин и потом нам рассказывают вот эти самые анекдоты что Андропов там войска вводил двигал их давал команды команды давались из Москвы и команды давал только Георгий Константин Жуков как министр обороны и начальник генерального штаба но другое дело что там вот те представители которых я назвал естественно они докладывали информировали свое руководство и надо сказать вот в честь Сергея Николаевича Семанова когда он вот услышал вот эти вещи которые я говорил которые он писал он своих устных интервью и выступлениях он вот перестал говорить что Андропов это кровавый палач венгерской революции он понял что это глупость потому что кто такой посол по сравнению с первым заместителем председателя Совета Министров это абсолютно несопоставим величина все это было прекрасно описано вот как раз в мемуарах сына Юрия Владимировича но тем не менее к сожалению вот эти материалы значит вот выбросили но еще то что касается деятельности Юрия Владимировича Андропова в качестве кандидата и члена политбюро ЦК КПЦС большой объем работы и входил в состав определенных групп которые решали те или иные вопросы вот его 20 числа на пленуме избрали кандидатом члена политбюро и сразу первое задание значит завтра во главе группы созданной специально принять делегацию крымских татар вот они выдвигают требования недовольны своим положением давайте с ними встретиться поговорите разберитесь и так далее пригласили крымских татар на встречу они входят значит генеральный прокурор Советского Союза министр внутренних дел и председатель КГБ Андропова и одна женщина которая можно сказать так вот была во главе этой делегации очень активно она говорит Юрий Владимирович а вы здесь как то вы как кандидат в члены политбюро или как председатель КГБ он говорит а что это имеет какое-то значение он говорит большое значение имеет если вы как кандидат в члены политбюро поскольку это комиссия политбюро мы с вами будем говорить вполне откровенно как собственно говоря вы и хотите и мы этого хотим а если вы как председатель КГБ это мы тогда разворачиваемся и уходим. Ну а Дропов тогда говорит, вы знаете, вот мне поручено политбюро как раз возглавить эту группу, чтобы вас выслушать, понять ваши требования, ну и уже доложить дальнейшее для принятия решений. Поговорили, три часа проговорили, 5 сентября появляется указ Президиума Верховного Совета СССР. Главное, что там было, это отмена формулировки в постановлении Государственного комитета обороны 10 мая 44-го года. О том, что крымско-татарское население Крыма они, ну, сотрудничало с оккупантом. Это принцип объективного мнения. Все сотрудничали якобы. Да, было сотрудничество. Мы можем сказать, что в полицейских частях вспомогательной полиции оккупационных войск 25 тысяч было крымских татар. Но это все равно это 20 процентов населения. Ну, кто-то, может быть, иначе как-то сотрудничал. Но это, опять-таки, не значит, что все в населении. А ведь политическое обвинение было предъявлено абсолютно всем. И депортации, в общем-то, подверглись практически все за исключением трех человек из Ялты. Два человека, это вот семья, родители героя Советского Союза Ахмедхан Султана и еще там один, тоже какой-то заслуженные деятели. Несправедливо это с точки зрения исторической справедливости, да, безусловно. Были депортированы с территории Крыма и другие национальности, там и греки, и еще прочее. Справедливо это? Несправедливо. Условия войны, они определяют, да, очень сложная ситуация, но надо было исправлять. И вторая составляющая, это вот места компактного проживания депортированных, недостатки социально-культурно-бытового устройства и, собственно говоря, поскольку большое количество вот этих депортированных проживало в Узбекистане, узбекские власти были не заинтересованы в том, чтобы они уехали. Это рабочая сила, это как раз хлопководы, хлопкоробы и те, кто убирал хлопок. Несмотря на то, что им мобилизовывали там и студентов, и школьников тоже для сбора хлопка. Вот большие урожаи хлопка их надо убирать физически. И вот две части. Первая политически, это отмена огульного обвинения в адрес крымских татар, и вторая вот благоустройство вместо их компактного проживания. Можно, конечно, говорить о том, но не ставился вопрос о возвращении на историческую родину. И когда этот процесс стихийно пошел там, скажем, в 89-90-е годы, там много чего возникало на территории Крыма. Потому что вот то, что сейчас 210 тысяч или 220 тысяч живет на территории Крыма, они возвращались. Ну, конечно, это социальные процессы, это социальные проблемы, определенные трудности существовали. Все это было не так уж легко. и межлист крымско-татарского народа находится сейчас на Украине, преимущественно в Киеве, есть его отделение и в Турции. Так что здесь есть определенные вопросы сложные, но их надо решать. И не загонять, что называется, проблемы под ковер. Потому что у нас иногда так говорит, поверхностно, да, вот все ясно, все понятно, как это дело происходит. Ну и, конечно, вот Юрий Владимирович Андропов, он готовил материалы по всем переговорам с американцами. Да, вот я говорил, что в 68-м году он начал процесс переговоров через Вилле Бранта, который потом стал канцером Федеративной Республики Германии. Ну и, собственно говоря, вот наше приглашение к диалогу, переданное через Бранта, оно сработало. В мае 1972 года впервые состоялся визит президента Соединенных Штатов Америки Никсона в Советский Союз. Вот интересно, вот я вам сейчас расскажу, как мы влияли на выборы президента Соединенных Штатов Америки. Ну, американцы это известно, они почему-то это не любят вспоминать. Ведь Генри Киссинджер, он был чуть ли не руководителем избирательного штаба вот кандидата в президенты Никсона. Он вышел на контакт с одним нашим посольским работником и говорит ему, мы знаем, что вот вы оцениваете Никсона как крайне право такого политика, реакционного, но, тем не менее, я уполномочу непосредственно от имени нашего кандидата в президенты заявить, что во многом его вот такие вот заявления, они связаны с тем, что это вопросы внутри политической борьбы именно в Соединенных Штатах Америки. В действительности он не такой реакционер, это человек, который объективно политически мыслит, видит достоинство разрядки мирного существования двух социальных систем, вот продолжение политики, собственно говоря, Джонсона, поскольку он должен был сменить Джонсона на посту президента Соединенных Штатов Америки, и все такое дело, ну, дипломат это все передал как положено, и, значит, когда Никсон избирается, благодарность за услуги кандидата в президенты, он назначается государственным секторем, то есть министром иностранных дел Соединенных Штатов Америки, ну, наш посольский работник думает, на какой стороне груди повесит ему орден слева или справа, ну, друг непосредственно с министром иностранных дел Соединенных Штатов Америки ногой дверь будет в кабинет открывать, ну, и уже после победы Никсона, когда разглашено, что он стал избранным президентом, он говорит, ну, а как мы с вами в дальнейшем будем поддерживать? Как, как, очень просто. Вы звоните в государственный департамент, говорите, мне вопросы, мне об этом докладывают, и если я сочту необходимую, значит, я тогда вам передадут время, когда я устрою вам аудиенцию. Всё, на этом все контакты прекратились. Ну, вот, реально просили помощи у советского правительства. Второй раз это было в 92-м году или в 91-м году, не помню, когда Джордж Буш старший не был уверен в том, что он сможет одолеть Билла Клиндона и просил по возможности ему помочь. Ему помогли. Досье, которое существовало на Клиндона, как на любого представителя более-менее известного политического движения, а он был активистом антивоенного движения во время Вьетнамской войны, ему передали копию этого досье. Это особой роли не сыграло, всё равно Клинтон стал президентом Соединенных Штатов Америки, но тем не менее такой жест доброй воли якобы он был осуществлён. И ещё один пример, который был то же самое, это когда в ноябре 1963 года погиб Джон Фиджерал Кеннеди, и когда появилась версия, что это рука КГБ, поскольку Ли Харви Освальд, не помню, там три или четыре года прожил в Советском Союзе в Минске и привёз собственно говоря из Советского Союза жену свою, ну и когда вот его арестовали после, через несколько часов после убийства Кеннеди, а на следующий день его уже застрелили, его даже собственно не допросили как следует, возникла такая версия, что это вот русский след, и тогда Анастас Иванович Микоян, который считался хорошим переговорщиком, хорошим таким дипломатом, он приехал в Соединённые Штаты Америки и привёз дело КГБ в отношение Ли Харви Освальда. Там было всё описано, как он приходил в АВИР, как он просил, чтобы предоставили ему значит право политического убежища, как ему в этом деле отказались, после чего он возвратился в гостиницу, лёг в ванну с тёплой водой вскрыл себе вены, его благополучно спасли, после этого положили в психушку, немножко подлечили, ну, потом сказали, ну, раз так, ладно, вот, поезжай по специальности в Минск, будешь там работать на радиозаводе. он там пару лет пожил, потом попросился, значит, Советский Союз. Потом он съездил на Кубу, попросился опять в Советский Союз, сказали, нет, спасибо, не надо. Потом попросил политического убежища Фиделя Кастро, ну, Фиделя Кастро, наверное, подсказали, он сказал тоже, мы приветствуем вас как друга кубинского народа, но, тем не менее, у нас свои проблемы здесь. Он уехал опять в Соединенные Штаты Америки, потом он поехал в Мексику, пришел в Мексику опять в Советское посольство с пистолетом, точнее, не с пистолетом, а с револьвером. И когда он это самое, дипломату показал, что, я говорю, здесь не просто так, там дипломат вообще перепугался диким образом, как его пропустили. Ну, его тоже, значит, не пустили. И через где-то две недели после этого якобы он совершил покушение на Кеннеди. Я говорю якобы, потому что есть определенные сомнения относительно того, что был это именно он. Ну, и последнее уже такое обстоятельство, оно достаточно важное. Это вот 83-й год. Первое, это письмо Юрия Владимировича, ответ на обращение к нему американской школьницы Саманты Смит. Как сегодня сказали бы, это мощная пиар-акция, потому что это письмо читали не только родители, не только сама Саманта Смит, все дипломатические работники мира, все разведывательные службы мира, все руководители стран мира читали, а что же он там написал? Он, говорит, написал очень просто. Мы хотим жить в мире, никого мы не собираемся завоевывать. и после этого уже как раз Рейган написал первое письмо Андропову после того, как Саманта Смит приехала и в родном штате Мэн она была встречена как национальная героиня. Ее встречал губернатор, перед ней постелили ковровую дорожку и она давала там интервью по телевидению. Ну, такая хорошая была девочка. И, собственно говоря, через год Рейган был вынужден пригласить нашу десятилетнюю школьницу, которая владела английским языком. Это было условие, чтобы она владела английским языком. Нашли такую. Правда, говорят, было 500 претендентов, кто владел английским языком. Ну, на уровне школьника десятилетнего. Нашли такую, и она поехала. И трагедия первого сентября. Как у нас пишут, вот, был сбит корейский гражданский самолет, осуществлявший рейс Париж-Сеул. 28 августа 2008 года, то есть в год 25-летия вот этих вот событий военно, независимое военное обозрение, еженедельник такой был выходил, была опубликована большая статья, где было сказано, что был сбит второй самолет, закамуфлированный полностью под тот борт, которым летели вот корейские граждане. При вылете в Анкориджи вот рейсовый самолет, его задержали на 40 минут, в положенное время стартовал второй самолет, который вошел в воздушное пространство Советского Союза, находился здесь, если мне память не изменяет, 210 минут. станции технической разведки в Японии, американские станции технического слежения наблюдали за его полетом 210 минут. Если это был гражданский самолет, который отклонился, который вошел в воздушное пространство, они слышали переговоры, когда ему говорили, что вы вошли в воздушное пространство, в общем-то выйдите просто отсюда, вы должны поменять курс, покинуть воздушное пространство, он никак не реагировал. В принципе, вот если бы это была реальная ситуация, предотвратить трагедию было 15 минут необходимо. Вот военное командование военно-воздушных сил на Окинаве звонит в госдепартамент, докладывает, у нас такая ситуация нештатная, корейский самолет вошел в воздушное пространство, из Вашингтона звонят в Москву, а есть такая должность генеральный директор МИД, это человек, который отвечает за внешнюю политику с того момента, как за министром закрылась дверь, и вот пока он утром не прибыл здание министерства, он отвечает за все оперативные вопросы, он знает, как, где связаться с министром, но если не требует непосредственно решения министр, то есть вот передали бы информацию в течение 15 минут, извините, вот вошел в воздушное пространство, не знаем, что случилось, пусть он лечит, черт с ним, то есть обезопасить, но впоследствии стало известно, что одновременно американские документы опубликованы, значит, в ночь 29 августа, да, года на 1 сентября пробуется разведывательная операция Бёнинг Стар, в ней принимают участие три разведывательных самолета, два разведывательных корабля, которые находятся в Охотском море, то есть это внутренние воды Советского Союза, мы так это дело продекларировали, и вроде бы американцы с этим согласились, так же, как японцы, но японцы тоже нарушают вот этот вот принцип, и, значит, два разведывательных спутника. Они предполагали, что в это время должен быть выстрел с космодрома Плесецк боевыми нашими ракетами испытания на полигон Кура Камчатки, и поэтому в этот момент они хотели пролеты как раз самолеты, чтобы он зафиксировал вот пролет боевых частей ракеты. Это операция. На месте падения самолета на его борту было обнаружено 18 тел, 10 это европеиды, которые обслуживали разведывательную аппаратуру, 8 это азиаты, это члены экипажа этого самолета. А что стало с корейским бортом неизвестно, там версии нет. Известно, что он был посажен на территории Японии, поскольку он вылетел на 45 минут позже, и они находились на определенной разнице. И когда вот был сбит самолет имитатор, его решили посадить в Японию, а потом уже будем принимать какое-то решение. Но насколько мне известно, говорят, что со всех взяли подписки по неразглашению выплатили серьезные компенсации, которые обязывали их все молчать. И, собственно говоря, находившиеся на борту, они молчали, не раскрывали свою вещь. И последнее, почему вот так вот то же самое к Андропову хорошо, добрая память в Карелии, когда он уже стал генеральным секретарем, а потом председателем президента Верховного Совета, он являлся, явился инициатором плана социально-культурного развития и строительства в Петрозаводске. Это 83-й, 90-й год. Вот этот интервал. Фактически за этот период времени в Петрозаводске было построено два жилых района. На сегодняшний день там проживает примерно 110 тысяч. Всего в Петрозаводске 235 тысяч жителей. На сегодняшний день, точнее, на 223-й год. Это уже сокращение по сравнению даже с 1999 годом. Но это практически половина города, который там живет. Два микрорайона. Можно сказать, ну вот почему, собственно говоря, Карелия? Потому что показатели по воду жилья и культурно-бытовых учреждений по всей Российской Федерации были плохие. И Андропов учитывал, что это приграничный район, что это пограничный район. И плюс это в какой-то степени витрина Советского Союза, поскольку уже туда карелы приезжали, финны, прошу прощения, приезжали, и какие-то межграничные связи развивались. В 90-е годы, в 2000-х годах они очень были активны. Это действительно поток был очень большой. С 22-го года понятно, что он сократился, а до этого он был очень большой и постоянный. И вот опять-таки здесь надо сказать спасибо Ивановичу Андропову, что он много сделал для работников Комитета государственной безопасности. Образование, воспитание в кадровой политике я специально этого не касаюсь, поскольку вот вышла моя новая книга, последняя, она буквально в понедельник была привезена из типографии, типографии Ярославской области, Андропов, 30 лет из жизни генерального СК КПСС. Но еще приятно, что она вышла в серии «Портрет на фоне эпохи». Она открывает вот эту книжную серию издательства Вечи. Здесь все это я подробно описываю. Вот когда произошел развал Советского Союза и по заданию Межреспубликанской службы безопасности, которая тогда существовала, была просьба к институту социологии провести исследования, как воспринимаются населением сотрудники КГБ. Опрос проводился в девяти республиках за исключением Литвы, Латвии, Эстонии. И вот при опросе было сказано, как воспринимается чекист. Это кто такой? Прежде всего, значит, это профессионал. 52% ответ. Второе, это умный человек, тоже хорошо. Третий, смелый, четвертый, порядочный, честный. Вот от 52 до 48 процентов ответов. То есть, фактически, каждый второй житель страны, опрошен в девяти союзных республиках, говорили, что это порядочные люди. При том, что компания по дискредитации органов безопасности, она начала проводиться, собственно говоря, точнее, была утверждена Рейганом в мае 1986 года. за полтора года до юбилея. И вот американцы, их такая практика, когда они планируют информационно-пропагандистские кампании, они готовят уже, как правило, за два, за полтора года до даты. То есть, если у нас предстоит какая-то дата историческая, то они начинают вот так загодя, что называется, готовиться. Очень фундаментально, очень обстоятельно для того, чтобы это реализовать. Ну, поскольку вот этой книги новой такой нет, я ее тогда оставлю в дар библиотеке. Я думаю, что читатели библиотеки будут ей пользоваться. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте, я, может, на них смогу ответить. Пожалуйста.